Мои хорошие, не прошло и одного часа, я супа наварила. Короче, целая кастрюля сейчас остывает и настаивается, покажу. Осталось, конечно, прибрать еще на кухне, пока до этого дела не дошли. Сюда я отсидела бульон через друшлаг, ну, чтобы он был такой прозрачный, как слеза, я его сюда процедила, потом кастрюлю помыла и снова все сделала. Посуды целая раковина, это вообще-то жесть. Турка грязная, здесь остались остатки петушка, не обобранный, ну, там кожа всякая такая фигня. Здесь маленько помыла, сейчас покажу суп. Обалдеете, он такой вкусный, он такой вообще питательный. Смеяться не надо, вот реально смеяться не надо. Не пробовали, вот не знаете, какой он вкусный. Где ложка? И можете даже не говорить. Смотрите, сюда ушло пол петушка, две моркови, три помидора, четыре перца, три картошки. Ну, что тут еще? Один лучок пожаренный. Посмотрите, какой ложка стоит. Сейчас он настоится под крышечкой. У меня же, а, ну тут еще маленькая петрушка и маленькая укропа. У меня же кастрюля-то фингипестовая, где она? Она имеет двойное дно и настаивается. Видите, сейчас я уже могу похвастаться, порадоваться, потому что я кастрюлю-то помыла, когда отсидела бульон. Я надеюсь, что будет очень вкусно, надеюсь. Вынесла мусор, сходила за водой. Представляете, вот день куда ушел, потратила. Воды притащила. Вынесла мусор, и я сейчас опять пойду на улицу. Вот почистила овощи, и у меня накопилось целое ведро. Откуда? Картошка, морковь, а, там еще упаковки от воды, эти спайки. Сейчас опять пойду. Опять полнюханькое ведро. Так, все. У меня больше никаких дел нет по дому. Суп сейчас я оставлю. На балконе я его, наверное, выпру. На столе оставлю. Пошла в душ. А, нет, надо помыть. Надо помыть посуду, снять платье, пойти в душ, и можно заняться уже личной жизнью. Личными делами. Можно пойти погулять. Или впизду я потом. Приду и вымою, да? И что, прыгает, что ли, на меня посуда? Тем более посуда, она такая, знаете, относительно грязная. Ну как, у меня даже грязная посуда чистая. Пошла в душ, вынесу мусор, и пойду. Пойду гулять. Может быть, вам что-то сниму. Может быть, нет, не знаю. Мои любимые. Снова подключение к вам через час тридцать шесть. Час тридцать шесть я говорила по телефону. Боже мой. Я говорила, короче, с парнем одним по телефону. А он рассказывал про свою любовь. Не ко мне. Нет, нет, нет. А рассказывал про свою любовь, которая у него не сложилась, и отношения расстались. Короче, я слушала час тридцать шесть про любовь. Боже мой, я поняла, что я никакая не роковая женщина. По мне никто так не убивался, и по мне никто так не страдал. Но я думаю, что я просто, может быть, я не знала об этом. Короче, я тоже хочу разбивать мужские сердца, и тоже хочу, чтобы по мне страдали. Ну что-то, блин, видимо, я недостойна. Ё-моё. А время у нас уже, сейчас скажу, я никуда не пошла. Двадцать один тридцать девять. Я слушала историю любви. От начала и до конца. А попытки возобновить отношения. Я сейчас не хочу, конечно, стебать, но, блядь, я тоже хочу стать той роковой женщиной. Ну, вообще, в жизни хоть какого-нибудь мужчины. Я же, блядь, я же совсем с добром. Не знаю, меня вспоминают, мне кажется, как сладкий сон. Я не хотела бы верить, что я для кого-то явилась такой вот сукой. Потому что я добрый человек. Добрый человек, да, я такая, уже строит планы. Строит планы, как бы, чтобы тоже кто-нибудь страдал. Ё-моё. Ах, любовь, любовь какая. Любовь и картошка не выбросишь в окошко. Кстати, сейчас пойду свои эти картошки-то я чистила на суп, надо пойти хоть выбросить. Я, безусловно, сейчас выйду из дома, пойду пробледнусь. Время-то еще десяти нет, время-то детское. Сейчас надену брючки, пойду погуляю. Но сейчас уже снимать, понятное дело, на улице ничего не буду, потому что темно, у нас глаз уколи. Сейчас покажу. Сейчас покажу, мои дорогие, уже был вечерний азам. Какая красота. Блин, стол выдвинуло. И неудобно. Тут можно подойти. Ох. Так тепло, так классно, вообще. Такая прям жара. Мы вчера ночью сидели на балконе. Ох. Ночью даже жара не спадает. Хозяин хамама, директор хамама. Получается, хамам-то у нас работает. Вон он сидит. Нога на ногу, сопля на сику. Ну, короче, 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 короче. Насладитесь видом моим красивым. Вечернее время, он замечательный, просто. Сидишь вот так вот, сигаретка, кофе на балконе. А я самеречку позвоню, спрошу, что он делает. Пускай приезжает, посидим поржом. Вчера мы так замечательно провели время, вообще просто клево. Сейчас напишу ему. Ему 9 минут ехать на машине. Всего лишь. Из, как он, Коноклы. Могу я туда поехать? Не знаю, сейчас что-нибудь придумаю. Или скажу, пойдем купаться. Кстати, он мне вчера звал купаться. Я уже потом засыпала. Сейчас я придумаю. Напишу ему, он днем должен был поехать в Анталью с ребятами, с которыми он приехал, за покупками. Там ребенку нужно было одному кое-что купить. Из России там многие бренды ушли. Какую-то что-то ему надо было для подводного плавания какой-то купил. Он ноги намазолил ластами. Потом ему нужен нож был для морской охоты, чтобы рыбу, чтобы вот тут вот у этого. Ну, такие водолазные костюмы. Вот этот нож ему нужен был. Там ракушки срезать. Я говорю, а зачем тебе нож? Ракушки срезать. Ну, короче, вот эти вот на балконе вообще всегда сидят. Вот, подожди. Вот. Тряпка вот на балконе. Всегда они денно и ночно сидят на балконе. И жрут, и пьют. И мы вчера ночью сидели, и время и два, и три часа ночи. А они все сидят и сидят. Я не знаю, на балконе прям отдельная жизнь. Ну, все, я пошла, я мишечку напишу. У меня сейчас друг есть. До 12-го. Да, до 12-го августа у меня есть друг. Потом он уедет, а потом Артем приедет. Осенью Артем приедет. У меня мама скоро приедет. Ну, короче, я здесь одна не буду никогда. Оксана приедет в начале сентября. Ну, в общем. Надо еще суп убрать. Я же посуду не помыла, ничего. Сидела, трюкала по телефону. Видите, какой суп. Прекрасный суп. Прекрасный. Ой, вот там горячая кострюля все еще. Я хотела его выпилить на балкон. Посмотрите. Какой прекрасный супчик. Ну-ка, дай попробую. Ой, какая рукодельница, а. Ой, блядь. Какая рукодельница. Все, мои любимые. Заканчиваю. Позвоню Амирчику, спрошу, что делает. Да ничего не делает. Аспреет. Позвоню Амирчику. Продолжение следует...